Добрый день, Николай! Добрый день! Я очень рада сегодня с вами пообщаться на моем канале. Я для тех, кто, возможно, с вами еще незнаком, представлю моей аудитории вас. У нас сегодня в гостях Николай Стайков. Это общественный политический деятель, писатель, публицист, аналитик и автор и ведущий достаточно популярного YouTube-канала. Почему я решила сегодня пообщаться с Николаем? Потому что меня очень заинтересовала его точка зрения, особенно его геополитический разбор всех тех событий, которые сегодня мы, народ, не только Россия, вообще мира проживаем. И я посмотрела некоторые ваши выступления, некоторые ваши интервью и ролики, и меня они очень зацепили. Я поняла, что очень важно все то, что вы рассказываете, донести до как можно больше аудитории. И сегодня я подготовила вам пару вопросов, и вот сейчас прям с первого вопроса и начну. Значит, в одном из ваших роликов на YouTube, Николай, вы затронули достаточно резкую и устрашающую тему, тему возможной Третьей мировой войны. Возможной. Вы сделали очень интересный разбор с геополитической точки зрения тех событий, в которых мы все сегодня проживаем. И хотелось бы попросить вас рассказать нам сегодня, может быть, немного более в деталях и более подробно, каковы основания вашего предположения о Третьей мировой войне, в чем суть конфликта между Китаем и США, где называется продовольственный товарный кризис, и вообще как все то, что сейчас происходит, связано с появлением коронавируса. Ну, спасибо, во-первых, что называется, за доброе слово. Для того, чтобы понять происходящее, и особенно те события, которые будут происходить, нужно осознать, что ничего нового под Луной не происходит, особенно в мире политики, которая тесно связана с экономикой. Когда-то Владимир Ильич Ленин сказал, что политика – это концентрированная экономика, и по сути он был прав. Ну, есть еще одно измерение, которое нужно добавить, ко всему этому, ко всей этой мозаике, тогда все будет понятно совершенно. Итак, ничего нового. О чем же идет речь? Речь идет о контроле за ресурсами. Это природные ископаемые, это человеческие ресурсы, это люди, это пути доставки одного к другому, человеческих ресурсов к ископаемым, ископаемых к людям, продуктов их труда. Ну, в общем, если вы хотите контролировать планету или какую-то значительную часть, вы должны контролировать людей, должны контролировать пути торговые. Это было всегда так. Рим, Карфаген, Британская, Французская империи, Российская империя с той же самой Британской. Тут мы можем с вами далеко уйти в историю, но я предлагаю всем сделать это самостоятельно, или, может быть, воспользоваться моими книгами, которых у меня 20. Это первое, что мы поняли. Конкуренция между государствами. Значит, теперь самое главное понять способ мыслей политик. Мне кажется, что сегодня это наиболее актуально, потому что вот уверен, что у 95, может, 9% людей сегодня ощущение, что они заснули и проснулись в каком-то страшном сне. Ну, есть ведь такое ощущение. Происходит то, о чем расскажи вам лет 10 назад, вы бы посмеялись. Ну, правда, взяли бы у меня интервью, я бы вам начал рассказывать все, что сегодня происходит, вы бы сказали, ну, да, Николай, интересный вы писатель, фантаст, конечно, но, как говорится, всего вам самого доброго. Вот это ощущение невозможности, сюрреалистичности происходящего происходит от того, что люди находятся в одном мире, в искусственно созданной информационной такой оболочке. А на самом деле политики ведут мир по конкретному, четко описанному плану. Итак, что же нужно политикам? Если вы контролируете большую часть планеты, как это сегодня делает Запад, ваша задача сохранить этот контроль и его наращивать. И здесь вы оглядываетесь по сторонам и смотрите, кто же может быть конкурентом вам. Вот это очень важный вопрос. Те, кто не понимает причин мировых войн, начинают так смотреть. Ну, вот, например, Вторая мировая война. Британия, США доминируют на планете. Франция демократическая. Есть какая-то слабая Германия. Ну, и кто же мог эту войну организовать? Ну, видимо, Германия сама как-то тайно усилилась. Непонятно. Сама разорвала все договоры, которые на нее наложили победители. И таким образом, вот, значит, начала новую войну. Нет. Война начинается, когда сильнейший соглашается с тем, что она интересна и нужна. Вот это первая точка, с которой мы начинаем мыслить как политики. То есть, есть Германия, есть Запад и есть растущий Советский Союз. Экономически растущий теми темпами, которые, наверное, сегодняшнему Китаю даже недоступны. Несколько тысяч предприятий было построено за, ну, по сути, две пятилетки. Это огромное количество. Вы смотрите на все это, видите растущего конкурента. Теперь варианты действий. Вариант первый. Мы все живем на планете, мы все дети либо эволюции, либо создателя. Каждый тут уж сам решит, какая теория для него понятна и близка. И поэтому надо на это смотреть с пониманием. То есть, ничего не делать. Вариант второй, политический. Надо конкурента остановить и уничтожить. Потому что иначе доминирование Запада будет подставлено под удар. Более того, Советский Союз это альтернативная социальная система. То есть, не просто вместо британских товаров будут товары сделаны в Советском Союзе, но и социальная политика и доминирование в мире изменится. Значит, это первое, мы поняли. Второе. Что делать? Самому напасть на Советский Союз? Ну, это приведет к потерям не только Советского Союза, но и того, кто хочет его уничтожить. Поэтому удобнее и лучше сделать то, что тебе необходимо, чужими руками. У меня даже книга такая. Есть война чужими руками. Это многотысячелетний способ уничтожения конкурента. То есть, кого-то берешь и стравливаешь со своим врагом. И тут начинается незадача. Ты смотришь, что этот враг, твоего врага, он слабенький. Ну, не справится он с этой задачей. Ну, покусает немножечко. И даст повод твоему врагу, ну, во-первых, усилиться, как-то внутренне сплотиться. Значит, что он должен сделать? Нужно подкачать врага, моего врага. Наполнить его экономикой, вооружениями. И вот мы с вами уже, в принципе, сценарий Второй мировой войны начали понимать. Что нам говорят? Запад начал бояться Гитлера. Вот все боялся его и боялся. И войны боялся. То есть, у Германии армии нет, вооружений нет. Нет вообще ничего, кроме Гитлерово власти, который приведен внешними силами. И тут начинают Германии сдавать Чехословакию, Австрию, заключать с ней договоры и легитимизировать перевооружение Германии. Вот что происходит. Теперь из этого понимания, каким образом работает политическая система, вернемся в наш сегодняшний день. По сути, та же самая история. Тот же Запад доминирует на планете, хлопал пробками от шампанского, когда Советский Союз, по сути, самоуничтожился, благодаря, в кавычках, действиям части элиты. Ну все, конец истории, говорит нам сотрудник Госдепа Фрэнсис Фукуяма. Вот это важно. Это не просто писатель и мыслитель, а кадровый сотрудник Госдепа. Ну это, знаете, как заявление про победу социализма раз и навсегда сделал бы кто-нибудь из ЦК КПСС. Мы бы как к этому относились? Ну как пропаганде, понятное дело. Работа у него такая, делать заявление. И вдруг в этот момент выясняется, что Китай, который американцы использовали против Советского Союза, вдруг начинает расти огромными темпами и впереди печальная перспектива. Китай обгонит Соединенные Штаты Америки. Надо что-то с этим делать. Но эта проблема не единственная. Оказывается, в России, которую уже списали со счетов, к власти пришел Путин и начал Россию усиливать. В военном смысле, как мы видим, гораздо быстрее, чем в экономическом. В западных планах нас уже не было как центра силы. И вот опять получился такой треугольник. Что нужно делать с Западом? Конечно, опять повторить тот самый добрый, в кавычках, план. Стравить своих врагов между собой. И вот это, такая столбовая дорога сегодняшней западной политики. Но как это сделать? Россия и Китай знают историю. Они соседи между собой. Поэтому такую опасность понимают. Значит, если вы хотите уничтожить, остановить конкурентов, вам нужно изменить ситуацию, в которой они успешно вас обгонят. Вам надо поменять правила игры в мировой экономике в первую очередь, потому что Китай не военными методами развивается. И здесь мы видим вдруг историю, когда весь мир начинает закрываться, разрываются цепочки товаров, дорожает доставка грузов из Китая в Европу, в Соединенные Штаты Америки и у Чуда в Соединенных Штатах, где экономика во многом питается товарами из Китая и наполняет магазины. Вдруг стоят огромные контейнеровозы и их никто не разгружает. Вы знаете, 50 лет разгружали, все было хорошо, а тут на тебе перестали. Это очень интересно. Соответственно, желание сегодняшнего гегемона, то есть Соединенных Штатов Америки, ну, такого условного, скажем, это изменить ситуацию в экономике, создать сложности Китаю, создать сложности всему миру, потому что Китай это фабрика. И если вы обрушите спрос, вы поставите фабрику в сложное положение. Параллельно перетащить промышленность к себе, и здесь мы уже с вами вспоминаем так называемую, я вот даже кавычки покажу, да, зеленую повестку, то есть предприятия должны быть демократическими, зелеными, и стоять на территории Соединенных Штатов Америки или Европы. Вот что, собственно говоря, происходит такими большими мазками. Мир перестраивают, не потому что кому-то нравится или не нравится какое-то положение вещей, а потому что политики цинично и четко видят. не меняем правила игры, мы останемся в проигрыше, мы останемся без той роли доминатора, которой привыкли и которая нам очень-очень нравится. А, простите, а когда, где же тогда логика, учитывая тот факт, что те же самые игроки, ну, англосаксы, будем говорить, они же и вырастили эту фабрику китайскую, они же ее и взрастили, зачем тогда вы ее взрастили, чтобы сейчас ее по новой, так скажем, опускать? Вот это, что называется вопрос в точку. На эти самые грабли наши партнеры по планете Земля, англосаксонские, наступает уже несколько раз абсолютно четко и ясно. Они ведь думают, что они все контролируют. Они думают, что они великие и умные, да, им некоторые трюки удаются, но потом в логике, в которой они живут, происходят трагические ошибки. Китайские руководители начинают играть в свою игру, несмотря на то, что они первоначально заключили определенный, ну, не союз, конечно, но, тем не менее, договоренности с Соединенными Штатами это 1973 год. Я просто коротко расскажу, буквально это в двух предложениях, это все можно в открытой сети найти. После окончания Второй мировой войны, гражданская война в Китае, побеждают коммунисты, проигравшая сторона Чанкайши уезжает, убегает на Тайвань, и часть китайской территории американцы, по сути, прикрывают своим флотом. Дальше, отвратительные отношения между США и Китаем до 1973 года. когда в Пекин вдруг приезжает делегация для игры в настольный теннис, и это становится первым шагом для дипломатического улучшения отношений. Дальше происходит вообще невероятное. До 1973 года представителем Китая в ООН был представитель Чанкайши, то есть сидящий на Тайване, а представителя Пекина там не было. И вдруг за ночь все изменилось. Американцы разорвали дипломатические отношения с Тайбэем, то есть с Тайванем, признали в качестве Китая Китай, который в Пекине. И вот эта ситуация находится до сегодняшнего дня именно в этом положении. Сами заключили договор, сами легитимизировали его дипломатически, дали возможность получить технологии, и Китай стал становиться той самой фабрикой, которую мы сегодня знаем. Почему они сделали? Потому что им нужен был с одной стороны инструмент против Советского Союза, и Китай согласился стать таким инструментом. Вспоминаем войну краткосрочную на полуострове Даманский, которая была до этого. То есть китайцы продемонстрировали свою визитную карточку, их приняли, и начался рост. И Китай растет, 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 растет. 89-й год, площадь Тяньаньмэнь. Одновременно с обрушением Советского Союза Запад хотел и вернуть полный контроль над политической системой Китая. Не получилось так называемых мирных демонстрантов, бедных несчастных студентов. Три дня вооруженным путем китайская народная армия давила в Пекине и в других городах. Подавила этот мятеж. Это примерно то же самое, что Майдан в Киеве и на Украине. Примерно то же самое. Результаты мы видим. В Киеве победил проамериканский мятеж, гражданская война, полная подчиненность интересам Соединенных Штатов. В 89-м году в Китае победила коммунистическая партия, грубо говоря, победил Китай и какие перспективы, какой рост, как растет экономика. Поэтому, да, создают сами, да, помогают, а потом теряют над этим контроль. И происходит это уже не первый раз. Ну вот, такие вот, не знаю, там, неудачные эксперименты ставят на политической экономической системе англосаксы. Ну, а вот ситуация с коронавирусом, как она здесь подфартила, так скажем, что она дала им? С точки зрения, смотря. Ну, смотрите, ведь вы же рассказываете столетиям западному обывателю о том, что свобода, демократия, это главное, и мы хорошие, потому что у нас демократия, а вы плохие, потому что у вас демократии мало. А демократия, это такая вещь, которую взвесить и потрогать, очень сложно. Ее можно потрогать только в одном. Знаете, вот мы живем хорошо, поэтому это все зависит якобы от демократии, а не от того, что мы привыкли вытягивать сок из всего мира. Раньше у них тоже была вроде демократия, но было и рабство. И как-то так это, знаете, хорошо совмещалось друг с другом. То есть, вы должны все время объяснять своему человеку, что он хороший и замечательный, потому что он лучше. Ну, немцы объясняли это по расовым признакам, это безобразно смотрелось. Сегодняшний западный обыватель ему объясняет, что дело в демократии. Поэтому вы должны забирать права, свободы, но так, чтобы западный обыватель, которому вы столетиями все это рассказываете, не почувствовал подвоха. Ну, кстати, он все равно чувствует, иначе бы мы сейчас с вами не разговаривали. Поэтому вы создаете какую-то объективную причину. Это не наша демократия оказалась не демократией, не наша экономика банкротилась, потому что оказывается, что в Китае все прекрасно развивается, и люди довольны. А внешний фактор так сработал. Понимаете, вот разгружали контейнеровозы, а теперь перестали. Вопрос, почему? Потому что они создают искусственный дефицит и разрушают цепочки. Это, может быть, странно звучит для западного обывателя, но для того, кто жил в Советском Союзе, понятно, создается искусственный дефицит товаров, искусственное разрушение вот этого взаимодействия между продавцами, покупателями, для того, чтобы остановить фабрику, которая находится в Китае. Но вам же нужно объяснить своему товарищу, своему господину, своему человеку, живущему в США, почему товаров стало меньше и станет меньше, почему они станут дороже. Виноват либо какой-то внешний фактор, вирус, ну вот, ну как говорится, ну подайте в суд на вирус, если сможете, либо виноват тот, кто является вашим врагом. Поэтому две теории происхождения коронавируса прекрасно уживаются сейчас в американском пространстве. Первое, он создан искусственно. Кто его создал? Американцы говорят, слушайте, а там лаборатория, китайцы его создали? Китайцы говорят, нет-нет-нет, мы не создавали, у нас есть подозрение, что это вы его создали. Ну, так вот, в двух словах. И второе, он произошел сам собой. Но где он произошел? Опять в Китае. Слушайте, ну Китай прямо ужасное место, поэтому надо против Китая и так далее, и тому подобное. То есть, это предлог. Это предлог. Есть коронавирус настоящий, либо он искусственно созданный, его использовали и продолжают использовать как предлог для разрушения сегодняшнего статуса кво в экономике. И, естественно, это все, поскольку речь идет о власти над миром, ну, прелюдия к Третьей мировой войне. Ровно так же Великая депрессия была искусственно запущена в 1929 году. Мы с вами помним, что прошло совсем чуть-чуть времени по историческим меркам, и началась Вторая мировая война, которая, казалось бы, невозможной. Ну, и прежде чем вы зададите еще один вопрос, хочу сразу ответить на такой довод, который часто звучит. Слушай, ну, как это может быть? Войны быть не может, потому что Китай и США между собой соединены. Один производит, другой потребляет. США Кока-Колу продают в Китае. Ну, как же они откажутся от этой вот прекрасной схемы доходов и так далее? Речь идет не о компаниях. Это первое. Компании продают и зарабатывают. Речь идет о государствах. Соединенные Штаты Америки и Запад создают деньги из воздуха. Если вы захотите когда-нибудь это обсуждить, может, обсудим в другой лекции, потому что это долго. Поэтому не о деньгах здесь идет речь. Это первое. И второе, они сами не собираются воевать с Китаем. Они не собираются останавливать Китай своим вооруженным путем. Они хотят это сделать руками России, которая граничит с Китаем. Это значит, можно территориальный спор инициировать. Это значит, можно постараться привести в России политиков, которые боятся Китая, которые начнут враждебные действия. Это значит, можно постараться спровоцировать Китай. Ну, условно говоря, сказать, вы знаете, китайские товарищи, мы считаем, что историческая справедливость, мы, американцы, так считаем, Сибирь должна быть китайской. Вот наша новая позиция. Мы ее пока вслух не озвучиваем, но вам, товарищ Си Цзиньпинь, можем это в глаза сказать. Поэтому, если вы будете восстанавливать эту, в кавычках, историческую справедливость, мы в Вашингтоне, нет, конечно, возмущаться будем, репортажи будем делать, будем даже, может быть, вопрос в ООН поднимать, но это будет просто хлопание крыльями. Так что, как говорится, вот учтите провоцирование с обеих сторон. Поэтому война нужна, подготовка к войне ведется, но воевать они собираются не сами, потому что сегодняшние средства уничтожения таковы, что если ты будешь с кем-то воевать с серьезным, сильным противником, ты самоуничтожишься и сделаешь прекрасный подарок третьему. Вот если было бы две силы, ну можно было бы поднапрячься, как говорится, уничтожить противника, потому что ядерных боеголовок у США несравненно больше. Ну и все, и остаться одному. Но есть же еще Россия. И пока ты вот будешь там терять, ослабляться, во-первых, останется вот этот центр силы в Москве, а может создастся какой-нибудь центр силы в Европе. Потому что европейцы скажут, а мы-то чего должны воевать? Вот когда НАТО и его руководство говорит, мы будем из-за Тайваня воевать с Китаем, я думаю, что в Европе недоумение. Большинство вообще не знает, где этот Тайвань, второй не знает, что это такое, и все точно не понимают, почему вместо китайских кроссовок в Европу должна прилететь китайская ракета. Да бог с ним, с Тайванем, говорят европейцы, нам дела нет. Вот, так сказать, вкратце тот расклад, который сегодня существует. Большое спасибо, расклад действительно очень интересный. то есть смысл, в общем, я поняла в том, что есть центры силы и определенные центры силы стараются, как бы, так скажем, дружить вместе против кого-то, да, то есть получается вот такой агломерат, значит, я дружу с тобой против того, а я дружу с тобой против того, для того, чтобы не своими руками, как говорится, а чьими-то чужими убрать противника? Нет. 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 Вот это тоже важный момент. В таких вещах дружбы не бывает. Боливар не вынесет двоих, как сказал один из американских писателей. У Соединенных Штатов и Китая не может быть дружбы. У них может быть не вражда, потому что Штаты и Запад не согласны на равные взаимоотношения ни с Россией, ни с арабским миром, ни с Китаем, ни с кем. Их дружба это означает делайте то, что мы вам говорим. Я могу сказать, что я общаюсь с нашими дипломатами, политиками. Они иногда рассказывают, как происходили переговоры по историческим меркам совсем недавно. То есть, когда распался Советский Союз, когда Россия была слабая, сразу стоит сказать, что вот эта ментальность и понимание Запада не изменилось. Тональность такая. Вы в России сидите, а мы вам говорим, что вы должны делать. Все это с улыбкой, вежливо, конечно. То есть, нам вообще все равно, что вы там думаете. Мы скажем вам, что вы должны делать. Ах, вы не согласны? Хорошо. Так, что у нас там? 2008 год. Саакашвили, иди сюда. Так, давай, нападай на российских миротворцев, убивай их, обстреливай градами Цхинвали, провоцируй Россию, если она не ответит, ну, собственно говоря, она потеряет уважение и внешнее, и внутреннее, если ответит, мы скажем, что она была агрессором. Не получилась эта картинка, потому что Россия смогла донести эту точку зрения, ведь война была, но, смотрите, никаких санкций тогда не было введено. Опять раунд переговоров. Ну что, вы нас слушаете? Не слушаете? Прекрасно. Что у нас там? А, у вас президентские выборы, 2012 год. Болотная, берлинский пациент Навальный, мы здесь власть, мы постараемся дешево и сердиться, внутренним переворотом убрать тех, кто не хочет нас слушать. Еще раз, вот поймите, им не важно демократия, не важны выборы, им важно, чтобы им подчинились, но подчинились не для того, чтобы все стало хорошо, а для того, чтобы быстренько подкачать Россию и столкнуть войне с Китаем, как это произошло с Германией. Так, не согласны нас слушать. Болотное, внешнее давление, Байден, прилетающий к Медведеву, тогдашнему президенту, сказать, что Путин не должен баллотироваться, это все открытая информация, читайте, пожалуйста, тот самый Байден, тогда еще, как говорится, не засыпавший на общественных приемах, прилетел сказать, что мы в Вашингтоне не хотим видеть вот этого человека, а хотим ну, кого-то другого. Это же тоже фактор. Так, опять не получилось. Что у нас там? Украина рядом. Прекрасно. Государственный переворот в Украине, в Киеве снайперы, Янукович такой страшный, ужасный, что год до выборов не подождать президента, убийство людей, гражданская война, и все это для того, чтобы повторить сценарий 2008 года. Ведь то же самое. То же самое. Естественно, поскольку Запад инициировал всю эту страшную историю, естественно, они не замечают ни нацистов, ни убийства мирных жителей на Донбассе. Они ничего не замечают. Кто виноват, против кого вся игра. Россия виновата. Ничего, но вы опять не согласны. Санкции. Еще раз не согласны. Еще санкции. Вот как это выглядит. Но при этом сложность заключается в том, что одновременно ведь еще такая же игра идет против Китая. И вам нужно сделать так, чтобы ваши конкуренты, те, кого вы хотите использовать, либо как инструмент, либо остановить, между собой не соединились. Вы знаете, Россия и Китай вдруг бы сказали, США нас тут плющат, мы против США, и так, это же ужасно. Поэтому все время вот такой тонкий баланс. И все время приходится заниматься кем-то в первую очередь. Поэтому сейчас произошла встреча руководства США и Китая, ну, онлайн, вот была встреча. Какие результаты? А какие могут быть результаты, когда вы хотите все равно быть первым? Никаких. Вы просто можете немножечко накал снизить. И единственная информация по этой встрече какая? США подтвердили, что они не будут признавать независимость Тайваня. То есть мы немножко отдаем назад. Потому что две недели до этого Байден говорил, что США будут защищать Тайвань в случае китайского нападения. Значит, градус напряженности снижается, но мы продолжаем на вас давить. Поэтому заканчивается встреча, и Байден то говорит, то не опровергает о том, что будет дипломатический бойкот Пекинской Олимпиады. Ну, мы с вами взрослые люди, зачем делать такое недружественное заявление сразу по окончании встречи? Ну, как это? Если вы хотите дружить, они не хотят дружить. Они говорят, мы немножечко отдаем назад, но, ребята, пока вы нам не подчинитесь, мы все равно будем на вас давить. Потому что сейчас будут заниматься нами. Китаем немножечко, чуть-чуть отойдет на второй план. И здесь тоже интересно, прямо в этот же момент российская противоспутниковая ракета попадает в старый спутник на фоне встречи двух лидеров. Это что такое? Привет из Москвы. Ребята, мы здесь. Мы внимательно слушаем. Смотрите, вот у вас уже такая ракета есть. Так сказать, ребят, может вам все-таки лучше Китаем заниматься? А вам, товарищи, с Китаем лучше не думать, что вы можете с ними о чем-то договориться. То есть вот это всегда нужно понимать. Отделять поле битвы, коим сегодня стал весь мир, ну, к сожалению, Украина. Основным полем битвы становится. То есть пешки от кукловодов отделять. Да, понятно. Большое спасибо за такой четкий разбор. И возвращаясь к началу разговора, где вы привели такой яркий пример, что вот иногда кажется, что мы проснулись в каком-то и продолжим спать, да, в каком-то таком футуристическом будущем, в футуристическом романе. на самом деле у меня тоже очень часто есть такое впечатление, особенно, когда я слышу не только, да, не только, как говорится, просто людей, каких-то там блогеров, не только читаю какие-то статьи, но когда я вижу президента России, который четко и ясно на конференции по искусственному интеллекту заявляет нам, что мы переходим в эру метавселенных. Меня, если честно, очень поразило, посмотрела его выступления, меня это очень поразило, тот факт, что все, действительно, мы к этому пришли. И хотела бы узнать, вот подготовила вам конкретный вопрос, узнать ваше мнение по этому поводу. Значит, как вы относитесь вот к этому заявлению президента России о входе в новую эру, эру этих самых метавселенных, которые же практически запущены крупными корпорациями, такими как Google, Microsoft и Facebook. Кстати, все эти метавселенные именно запущены иностранными корпорациями, запуск российских пока как бы не обсуждается, однако, там уже расхватывают места для бизнеса, крупные предприниматели, там уже собираются продавать недвижимость, земли, бренды, одежды, все в цифровом формате. И все они уже готовы все это там внедрять, продавать, втюхивать, втюривать людям. И вы, как экономист, какие видите в этом всем плюсы, минусы, и самое главное, какова опасность, чего нам нужно опасаться? Вот все шаги мирового гегемона мы должны рассматривать не в отдельности, а в совокупности. Вот давайте, как говорится, вторую часть нашей беседы соединим с первой частью. Итак, главная их задача сохранить доминирование, ослабить конкурентов, желательно стравить их между собой. Это геополитические цели. А цели в социальном смысле каковы? Вот что хочет вот этот Запад от человека в будущем и настоящем? Вот что он пропагандирует? Несложно посмотреть. Первое. Человек должен быть одинокий, желательно без семьи, желательно, чтобы у него не было детей, потому что смена пола пропагандируется, child free, ну вот всякие такие античеловеческие ценности, противоречащие человеческой натуре. Все это, конечно, красиво заворачивается в какую-то экологическую обертку. То есть, в том смысле, что если у тебя будут дети, планета этого не вынесет. Но это старые людоедские теории еще со времен Мальтуса. Кстати, все они вырабатывались в англосаксонском мире, хочется сказать. Нет никакой людоедской теории, разработанной в Китае. Не существует людоедской теории, которая бы прямо призывала к сокращению населения планеты, разработанной в России, где-то во Франции. Нет этого и никогда не было. Это тоже нужно понимать. Поэтому давайте посмотрим в социальном мире к чему ведут. Вот основные направления. Нравится ли это нормальному человеку, обычному, к которому я себя отношу? Конечно, нет. Мне это не нравится. Меня это не устраивает. Но заставить меня жить в этом мире можно, если начать под предлогом резкий слом всего этого. И если соединим геополитическую борьбу с вот этими вещами, для того, чтобы навязать всему миру такую повестку и такую форму существования человечества, нужно в этой борьбе победить. Но первые шаги нужно делать. Раз вы объявили всемирный карантин на основе то ли искусственного, то ли естественного заболевания, давайте в эту повестку свои цели вставим. И они вставляют. Люди должны сидеть дома. Люди не должны общаться. Люди должны заказывать еду на дом. И это должно подаваться как величайшее достижение. Ну, почему 10 лет назад никто не заказывал еду на дом? Ну, кто-то заказывал. Что, интернета не было? Был. 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 Просто каждый день вам не говорили, что это круто, модно, молодежно, современно, вообще не выходить из дома. Это так классно. Вот направление социальной инженерии, которое они делают. И в этом же смысле. им нужно человека погружить в некую информационную параллельную реальность. И сейчас часть человечества живет в ней, потому что в новостях говорят одно, выходишь на улицу, а там другое. И сейчас есть диссонанс. А если человек наденет виртуальные очки и уйдет куда-то вот в эту метавселенную, то это как раз облегчит задачу манипулирования им. Вопрос продажи денег, продажи там чего-то в этом мире, конечно, есть, но это самый нижний уровень. Это не уровень управления человеком, а уровень встраивания в повестку каких-то конкретных компаний. Сюда же идет вот эта зеленая повестка, без которой мы до конца не поймем происходящее. Что такое зеленая повестка? Мы взрослые люди, мы, конечно, хотим, чтобы планета была замечательная и чистая. Скажем так, все разговоры о том, что идет потепление климата, это вранье. Вот если коротко, сейчас нет, это просто вранье. Значит, на самом деле будет похолодание, если вот в двух предложениях все это сказать. Теперь, раз вы говорите, что есть потепление, вы говорите, надо с этим бороться. Если вы согласились с тем, что надо бороться, как бороться? Ну, давайте возьмем другие технологии, при которых нет выбросов в атмосферу. Но эти технологии на нолик дороже, они очень дорогие, значит, все подорожает. И это неизбежно. Но вы говорите, надо терпеть, потому что иначе планета, иначе все остальное. Тут появляется Грета Тунберг, которая бьет по эмоциям. То есть, предлагается иррациональное поведение всему человечеству, сокращение потребления. Вот это важно сказать. В ближайшие годы это уже началось, но будет нарастать. То, что вчера было доступным, оно станет недоступным. Оно станет дорогим. Отпуск подорожает, потому что подорожает перелет, и потому что подорожают продукты, и потому что туристов будет меньше, и надо будет на одном туристе заработать столько, сколько раньше вы на целом самолете зарабатывали. Вот что они делают. При этом расслоение общества будет только усиливаться. Потому что, ну, опять-таки, это тоже отдельная тема, Запад строит средневековое общество. И вот это средневековое общество он хочет воспроизвести уже в рамках всей планеты. Потому что якобы мало ресурсов, потому что вот это западное человеконенавистническая идея о том, что один человек выше другого, она, к сожалению, никуда не делась за времена столетий. Но сегодня Запад говорит, что европеец, американец выше, чем китайец и русский. Не потому, что там череп не такой, да, или разрез глаз, или цвет кожи. С этим они уже согласились, что люди равны. А с тем, что демократии мало. Поэтому среднеевропеец имеет право бомбить средне человека планеты Земля. Он как бы несет ему что-то хорошее. Но ведь на самом деле те же самые нацистские идеи, только перевернутые как-то иначе. Поэтому сокращение потребления, навязывание зеленой повестки, что будет приводить к сокращению потребления и подорожанию всего. Ну и здесь прекрасно понятно, почему сейчас западом, подчеркиваю, создан искусственный кризис энергетический в Европе. Вы же вот в Европе находитесь, вас это беспокоит. Почему? Вам объясняют, надо переходить на водород, на там все зеленое. Вы говорите, подождите, так я буду платить в 10 раз больше. Вам говорят, да, вы говорите, так я не хочу. Вот здесь аргумента не хватает, правда? Потому что если вам предложить, вы хотите уголь и платить дешево, или вы хотите платить в 10 раз больше, большинство людей скажут, слушайте, давайте углем. Ну, может не углем, а газом, ну так как-то, да? Не надо вот так, чтобы уж совсем дорого-то было. И здесь нужен аргумент. Поэтому если кризис энергетический происходит в сегодняшних реалиях, то есть, все источники энергии, тогда можно сказать, слушайте, уже видите, система себя исчерпала, уже дорожает все. А если мы еще перейдем на зеленое, ну, немножечко подоржает, чуть-чуть. Поэтому сегодня будет искусственно поддерживаться высокая цена на энергоресурсы для решения этой задачи. Но тут опять их проблема. Держа высокие цены на газ, например, они подыгрывают России. Но создают проблемы Китаю, у которого нет своего газа. И опять вот этот баланс интересов, да. Но конкретно впереди рисующееся десятилетие это попытки изменения политики России, попытки изменения политики Китая, взять кого-то из этих противников Запада под контроль, чтобы потом направить его против, собственно говоря, другого. Вот, если будете так смотреть на вещи, мне кажется, все будет понятно, то, что происходит. А вы вообще лично как видите для России выход из этой ситуации? То есть просто молчаливое противостояние, то есть не в ход, ну, как бы не вестись на все это, да, или как? Что, каким образом нам всем, то есть, ну, что нам теперь сидеть и бояться третьей мировой войны, что? Нет, ну, бояться-то не надо, потому что главный сегодня ресурс управления это страх. Каждый день ужасы рассказывают. Нет, бояться не надо. Бояться не нужно, но надо же на что-то надеяться, надо же иметь какие-то аргументы для этого, для того, что надеяться на что-то лучшее. Смотрите, я не хочу, чтобы я выглядел как какой-то там милитарист или призывающий к войне. Вы что, я очень мирный человек. Да, я за мир во всем мире, как и человек в первую очередь. Но мы сегодня находимся в неком окопе. Пока, слава богу, в большей степени информационном, хотя на Донбассе идет самая настоящая война, самая настоящая война идет в Сирии. Нельзя сказать, что мы живем в мирное время. Такие же, как мы, люди с вами гибнут там. Увы и ах. Но вы же не можете не стрелять в ответ, когда по вам стреляют. Или когда говорят, что мы вас будем обстреливать. Так что наращивать наши военные возможности. Чтобы не было желания, ну, даже Украину стравить в войне с Россией. Чтобы всем не в Киеве, там сидят продажные политики, готовые уничтожить людей просто за визу в Соединенные Штаты Америки и право хранить там наворованные деньги. Чтобы в Вашингтоне всем было понятно, что если вы Украину стравите с Россией, то война будет скоротечная, и вы потеряете контроль над Украиной. И вам это никак не добавит никаких очков вот в той игре, чтобы взять под контроль ситуацию в нашей стране и стравить с Китаем. Вы просто усилите Россию. Да, вы будете кричать, что она там плохая, агрессор, но русский народ воссоединится, и вы этому поможете. Они этого не хотят. Кстати, обратите внимание, схема одна и та же. Китай поделили на две части, Корею поделили на две части, Ирландию поделили на две части, Кипр поделили на две части, Россию поделили, ну, как минимум, на три части. Кто это сделал? Одни и те же ребята. Да, Индию поделили на две части. Одна и та же схема. Приходят, делят народ на части и стараются его стравливать между собой. Индия и Пакистан ненавидят друг друга, ненавидят. Это один народ. И все это сделано за несколько десятилетий. Та же схема навязывается Украиной, Россией. Ровно то же самое. Одни и те же методички. Итак, что делать? Усилиться в военном, усилиться в экономическом плане, и все время посылать сигналы и в Вашингтон, и в Пекин, о том, что мы не будем дружить с кем-то против кого-то. И что у вас не получится подчинить нас. Это приведет к тому, что Вашингтон будет вынужден заниматься Китаем. А у нас появится временной лаг для усиления, для расширения, для восстановления того, чем мы были, когда мы были Советским Союзом. Опять-таки, не для того, чтобы там все учили прадедушку Ленина или еще что-то. Нет. Просто, когда был мощный Советский Союз, ну, никто же даже не думал на нас напасть. То есть, надо стать таким сильным, чтобы ни у кого не было иллюзий. И так, тогда наступит новая реальность, и борьба продолжится. Борьба бесконечна. Борьба бесконечна. Наша задача не дать на нас надавить так, чтобы мы пошли на попятный, но и пусть там, на Западе, они проводят все те вещи, о которых мы с вами сегодня говорим, это будет их ослаблять. Последнее, что хочу сказать, почему президент вот как бы в этой зеленой повестке двигается. Невозможно отделиться сегодня от мира. Поэтому, понимая, к чему это все клонит, президент понимает, вот посмотрите, конференция в Глазго, Россия не подписала никаких документов климатических, кроме одного, о том, что нужно восстанавливать леса. Ну вот мы с вами согласны с этим? Вы согласны, что леса надо восстанавливать? Ну да. Согласен. И я согласен. Так и Путин согласен. А у нас, кстати, лесов много. Давайте мы будем восстанавливать их, а вы будете нам давать за это деньги. Вот все мы, понимаете? То есть давайте наши леса восстанавливаем. Это хорошо, это правильно, мы согласны. Они говорят, нет, давайте подпишите сокращение метана на 30%. Вы знаете, что такое сокращение метана? Ну, в принципе, о чем идет речь? Нет. Я вам просто... Значит, метан, это, как нам говорят, главный газ, который приводит к потеплению. Его выделяют в основном животные. Я уже об этом неоднократно говорил, это выхлопные газы коров. То есть, когда они говорят о сокращении метана на 30%, вы понимаете, о чем они говорят? о сокращении поголовья скота. Вот о чем идет речь. Не будет новых сельскохозяйственных проектов, будет зеленая говядина и говядина незеленая. Незеленую уже запретили поставлять в Евросоюз. Вот вы не заметили, а в Глазго было подписано соглашение, и Евросоюз запретил поставлять соевые бобы, значит, пальмовое масло, говядина, что-то еще незеленое. А что это такое? А вот при производстве всего этого нужно доказать, что не пострадало ни одно дерево. Вы понимаете, какая... Не, я за деревья. Я за деревья всей душой, как русский человек. Но произвол в Брюсселе будут решать, кто зеленый, а кто еще какой-то. Значит, начнется сокращение производства мяса, начнется усиленная пропаганда, что батончики из насекомых, это вообще отлично. Просто это сейчас будет нарастать. В перспективе голод, который будет искусственно организован. И опять-таки сокращение численности населения. А чтобы человек все это не замечал, вот та самая метавселенная с очками на глазах. Он ест батончик из насекомых или котлету гамбургера, сделанную не в прямом эфире сказать, из чего. А у него там стейк лежит, он себя принцем чувствует, там, или кем хочет, Наполеонам, не знаю, кем еще. Вот та реальность, которую они готовят. Но чтобы она восторжествовала во всем мире, нужно обрушить Россию и Китай. Ну вот так вкратце соединили. Понятно. Будем надеяться на наш патриотизм, на силу духа, на наш народ и на то, что, в общем-то, мы навсегда останемся народным победителем в любой ситуации и будем продолжать, в общем-то, не вестись на все эти провокации. Будем надеяться. Спасибо вам большое. Было очень приятно вас послушать с вами, пообщаться. И будем надеяться еще встретиться. Спасибо. До свидания. До свидания.